С 2000 года в нашей стране отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник сотрудников сферы социальной защиты населения. Ежегодно в этот день чествуют тех, кто добросовестно трудится, помогая самым незащищённым слоям населения. Бывают в жизни такие моменты, когда человек по тем или иным причинам оказывается в трудной жизненной ситуации. Спасательным кругом для него становится поддержка социальных работников. Люди этой профессии в своей работе проявляют неравнодушие и душевную щедрость. На торжественный приём к главе Славянского района Роману Синеговскому были приглашены те, благодаря кому заботой окружены наши земляки, требующие особого внимания. Это граждане преклонного возраста и дети, инвалиды, ветераны, многодетные матери, малообеспеченные семьи. Мы чествуем тех земляков, которые действительно своим трудом доказали, что они лучшие по профессии. Вы, наверное, те люди, которые посвятили жизнь служению людям. Это очень важно в нашей жизни, потому что есть действительно те, кто по-настоящему служат и стараются помочь тем людям, кто попал в трудную жизненную ситуацию, и другим, наверное, людям, которые нуждаются в вашей помощи. Я хочу вам сказать большое спасибо за труд, потому что это уже не важно. Вот за небольшие деньги, как мы говорим, помогать людям. Здесь вот без, наверное, без сердца, без души, без эмпатии к людям, наверное, работать человек не сможет. Он просто на этом месте не задержится. Поэтому спасибо вам за то, что вы трудитесь на этом поприще своём. Самые добрые слова в адрес приглашённых и их коллег сказал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Действительно, вы люди с особой душой, с особым терпением. И я скажу, вот сегодня даже вы современные соцработники, потому что вы оказываете там больше ста услуг. Но сегодня же услуги растут, сегодня же ваши бабушки говорят, настройте легко, чтобы я плодила с кровати и так далее и тому подобное. То есть сегодня уже совсем другая соцслужба. И вы совершенствуетесь, растёте. Но это здорово. Спасибо вам, вы снимаете всю вот эту социальную напряжённость, незащищённую своё население. Ну и хотим вам пожелать крепкого здоровья, вашим семьям, тепла, добра, уюта. Каждая из приглашённых была представлена. Все узнали о профессиональной деятельности, чертах характера. О каждой из них можно долго говорить только хорошее. Славянские артисты порадовали всех своим искусством. Лишь для тебя, горяк на небе звёзды, для тебя, безумный мир наш создан, для тебя, живой я над солнцем, для тебя, тебя. Лишь для тебя, живой я над солнцем, для тебя. За добросовестные труды в честь профессионального праздника Социальным работникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Я благодарю всех организаторов мероприятия за то, что они отметили наш труд. Действительно, труд социального работника очень значимый, нелёгкий, но такой необходимый в наше время. Потому что именно в наше время пожилые люди, люди, оставшиеся без попечения, дети, старики, неважно какая категория, все нуждаются в добре, все нуждаются в тепле, в внимании и заботе. Именно социальные работники, их профессия обязывает дарить тепло, любовь, заботу, внимание. Труженики социальной сферы первыми принимают на себя волну проблем и забот от людей, которые не могут самостоятельно справиться с трудностями. Профессия эта требует высокой квалификации, новых знаний и умений. Они вкладывают в свою работу огромное сердце, внимание, заботу. Ведь социальные работники идут не просто к нашим пожилым гражданам и инвалидам. Они несут не только им помощь, продукты, помогая в домашних условиях, именно по быту и так далее. Они несут, самое главное, им надежду, веру в прекрасное будущее. Они их оберегают. Они настолько приносят им массу положительных эмоций. Я вам скажу, наверное, еще и так, что наши социальные работники, они целители. Целители душ. Ведь очень много пожилых граждан и инвалидов, одиноких, обездоленных. Кто, если не мы? Атмосфера торжественного приема была по-настоящему теплой и душевной. Социальные работники нашего муниципалитета действительно участвуют в великом деле. И эти качества, милосердие, любовь, сострадание живут в их сердцах и воплощаются в реальных действиях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова